Привет, с вами Кашпуру, и вы смотрите новое видео на моем канале, посвященном домашним растениям. Героем сегодняшнего видео будет этот фикус бенедикталин, как написано на горшке этого растения. И мы сегодня как раз и обсудим, откуда пошло такое хитрое наименование, а действительно ли оно такое, о чем мы говорим. И, в общем-то, это тот самый фикус, про который вы больше всего просили сделать видео за последнее время, смотреть комментарии под видео, там, в ютубе или в инстаграме. А как обычно, к пересадке самого растения мы перейдем вообще не скоро. И, то есть, если вы раньше не смотрели мои видео никогда, никогда не были на этом канале, и зашли сюда для того, чтобы узнать, как пересадить фикус, вы, собственно, скорее всего, ошиблись просто адресом, либо просто перемотаете ближайшие 20 минут, где-то там, наверное, будет фикус. А сейчас я хочу вам рассказать, в принципе, о том, что это за растение. И начну я с того, что фикусы – это самое популярное домашнее растение. Все фикусы на планете, они входят в семейство Тутовые, и на самом деле фикусы образуют собственную трибу. Трибу – это немножко по иерархии, в таксономии, это чуть-чуть ниже семейства. В семействе может быть несколько триб, образующих какие-то разделяющие, скажем так, разные растения, которые относятся к одному семейству. Вот фикусы образуют, собственно, трибу, и в этой трибе порядка 800 различных растений. Они могут быть необычайно разными. Фикусы могут отличаться размерами, формами, формами жизни даже. Есть эпифитные растения, есть неэпифитные. Они могут отличаться листьями, географией, собственно, выращивания. Некоторые из Азии, некоторые из Африки. Но из Европы, честно говоря, их особо нет. Ну, Китай, там, если рассматривать. В основном, конечно, фикусы произрастают в теплом тропическом климате. Эта история, как правило, относится скорее к Центральной Америке, к Юго-Восточной Азии. Вот там их достаточно много. Большинство видов, на самом деле, родом оттуда. Но, так как это растения и красивые, и декоративные, они потом в дальнейшем мигрировали уже и в Европу, и потом и по всему миру. Потому что это одно из самых популярных, как я сказал, комнатных растений. Есть фикусы, которые имеют очень важное промышленное значение. Достаточно вспомнить просто фикус каучуконосный. До середины 20 века, по сути, весь каучук из него и добывался. Или там какое-то каучуковое дерево есть. Ну, я думаю, это тоже фикусы. Есть фикусы, имеющие важное религиозное значение. И в Индии некоторым фикусам поклоняются. Помните, мы делали видео про фикус бенгалесис, священные фикусы. Есть фикусы, из которых добывают какие-то средства, которые позволяют потом делать лекарства. Есть фикусы маленькие, да бонсай, хобби, так далее. Вот эти японцы там все нарезают что-то там. Есть фикусы гигантские в Африке где-нибудь растения. Там исторически есть факт, какой-то под одним фикусом от дождя укрылось там что-то 40 повозок с лошадьми. То есть они есть гигантские, с множеством стволов. Потому что есть когда один большой основной ствол, фикус разрастается, а потом начинают спускаться воздушные корни к земле. Потихонечку они начинают утолщаться, образуют некие такие второстепенные стволы, подпорки, которые держат ветви, которые в дальнейшем куда-то там раздвигаются, разрастаются влево-вправо. То есть есть фикусы, которые занимают целые гектары просто земли. И это одно дерево единственное. Я начал разбираться, думаю, что такое Бенедикт Али. Думаю, смотри, вот здесь на горшке сам наклейка фикус, Бенедикт Али. Но, кстати, хочу справедливости рассказать, что здесь написано Бенедикт с двумя Н. И это уже правильно, частично правильно. Вообще обычно пишут с одной Н Бенедикт Али. И Яндекс присвоит Бенедикт. Яндекс мне вернулся, что Бенедикт это, ну, мужчина, который недавно женился, собственно, молодой муж. Это и есть Бенедикт. И это нас нисколько не приближает к истории этого фикуса. Большинство других ответов, которые мне дал Яндекс, были посвящены актеру Бенедикту Кэмбербэтчу. Да, Кэмбербэтч. Ну, это такой известный актер, он снялся в роли Шерлока Холмса в недавнем сериале BBC. И он сыграл во множестве фильмов. Мне, например, нравится его роль в фильме «Брэксит». Тоже недавно был. Ну, какой, знаете-ка, такой, с лицом такой странной формы. Играет обычных каких-то интеллектуалов. Хотя он, по-моему, даже где-то там в Марвеле где-то засветился. Вот, и для того, чтобы проще было запомнить его фамилию, я скороговорочку легкую придумал. Бенедикт Кэмбербэтч укралку Маргарет Тэтчер-подсвечник. В темноте просидела весь вечер Тэтчер из-за проделки Дэвида... Нет, Дэвида, Бенедикта Кэмбербэтчер. У меня есть одно преимущество. Я на монтаже потом это могу ускорить, вырезать, и все, что я ошибся где, и так далее. Из нужной скорости сделать. Попробуйте сказать сами вживую, поймете, что Кэмбербэтч, в принципе, выговаривается. Надо немножко потренироваться просто. Кэмбербэтч тоже не имеет никакого отношения к этому фикрусу. Это просто была одна из стадий моего поиска. А само, честно скажу, растение называется в честь голландского ботаника, который присвоил ему собственное имя, вот этот Бенедейк, и, собственно, ботаник этот Симон Бенедейк. Его, как только не называют в переводах, и Бенедейк, как здесь, с двойным, но потом без н. Симон Бенедейк, да, с ударением, я так понимаю, либо на первом, либо на третьем слоге. Но тут фикус бенедейкий, да, это уже третий слог, там, однозначно. И этот самый ученый, ботаник, это история где-то 19 века, да, то есть он родился в 19, в начале 19 века, умер в конце 19 века, да, там, в середине своей жизни перебрался из Нидерландов, перебрался в Юго-Восточную Азию, и, собственно, там до конца жизни и прожил. Открыл множество различных растений, ну, понятно, это ботаник, он был куратором ботанического сада в Багоре, это город в Индонезии, и, в общем-то, ну, история достаточно типичная для всех этих открывателей. Обучился, куда-то поехал, назначили его директором ботанического сада, а потом они поперли как открытие, одна за другим, и в конце как-нибудь его увековечили в виде какого-нибудь растения. Достаточно распространенная история, но с фикусом она началась немножечко раньше. Фикус Бенедикта Али это растение, которое является таким экспортируемым предметом гордости нидерландцев. А чтобы вы понимали, Нидерланды, это королевство Нидерланды, это небольшое государство относительно на севере, ну, на Балтийском море, да, Европы, окруженная там со всех сторон Бельгиями, Германиями и другими соседями. Вот, и не всегда оно было таким. Нидерланды сейчас процветающая страна первого мира, как говорится, традиционное западное государство, и оно разбогатело не просто так, а благодаря. То есть это государство, которое в колониальную эпоху, там это 16, 17, 18 века, активно участвовало в разграблении, освоении богатств Глобуса. Это государство, которое активно занималось мореплаванием, мореходством, да, и, собственно, колонизировало различные страны, материки, государства и прочее. И, собственно, от этого и проистекает его богатство. В самом начале 17 века нидерландские торговцы поплыли в Юго-Восточную Азию, затарились там специями, пряностями различными, то есть, ну, там типичные вещи, корицу, табак, там, не знаю, какао, какие-то такие вещи, перец, и привезли это все в Европу и поняли, что рентабельность от таких операций составляет 400%. 400, да? То есть, вот, современная поговорка, говорит нам пословица, говорит нам о том, что нет такого преступления, на которое бизнес не пойдет на все, да, ради стопроцентной прибыли, нет такого преступления, на которое бы не пошел бизнес, да, ради стопроцентной прибыли. А, представьте, 400%, и это там 1600 год, ну, это просто, завалить денег, да? И, собственно, очень быстро нерванцы поняли, что надо эту тему развивать, осваивать, они снарядили туда флот, армию, кучу народу и отправили, в общем-то, в Юго-Восточную Азию на территорию островов Ява, Суматра, это вот этот кусочек, где множество всяких островов, начиная от, ну, от Китая, да, Австралия, вот этот кусок, океания, да, и там вот множество островных различных государств, вот туда они и отправились, видимо, потому что Индия, Китай были уже заняты, там какие-то другие острова им там не достались, вот туда они попали. И была основана, объединенная Ост-Индийская компания, то есть не английская вот эта Ост-Индийская компания, а голландская, ВОК она называлась, ВИ-О-Си по-английски, или по-голландски, и порядка 200 лет эта корпорация активно грабила территорию современных, современной Индонезии, они оттуда вывозили все, что можно было вывезти, они быстренько колонизировали, поработили местное население, значит, образовались касты, то есть белые европейцы, все остальные, это, в общем-то, рабы, люди, которые работали там за еду и за какие-то гроши, и активно добывали недра, ресурсы, все, что могла дать та земля, и активно развивали сельское хозяйство, горную промышленность, они там добывали олова, очень много, ну, естественно, пряности травы, то есть там табак, какао, кофе, корица, там я уже упоминал, да, ну, вообще все, что там, все, что росло, специи, пряности любые там, все оттуда везли, и денег было завались, они постоянно со всеми окружающими воевали, внутри у них была куча конфликтов, постоянно вот это вот, ну, это не государственная же контора, частная, и они просто в разнос вошли, бесчинствовали, как могли, их постоянно воевали с другими колонизирующими странами, которые там вокруг, безусловно, тоже пытались что-то там урвать свой кусочек, и, в общем-то, привело это, как Римскую империю, к краху, да, они зажрались, в конце концов, и где-то на рубеже 18-19 веков они обанкротились, но голландское, не ирландское, правительство решило, что так просто это бросать нельзя, на эту компанию, остатки ее национализировали, отправили в Индонезию туда еще побольше войск, флота, там, и что только можно его туда отправить, нормализовали торговлю, но подошли несколько по-другому к этому, то есть все-таки государственный подход к управлению, он отличается от частного, коммерческого, и они начали более взвешенную какую-то политику. В Нидерландах есть такой город Линден, не Линден, а Лейден, и в этом Лейдене, собственно, был основан университет, который отвечал за как раз страны Востока, то есть, ну, типичный, как у нас в России, институт стран Востока, только у нас это в основном про Ближний Восток, а у них это было про там, ост-индийский какой-то период, да, кусок нашего глобуса, и они активно изучали, и развивали, и меняли, то есть, культуру, правовое устройство, государственный строй вот этого региона, именно на этом и работал этот институт, и именно оттуда, собственно, и приехал наш Симон Бениндейк, который впоследствии и имя которого впоследствии было присвоено этому фикусу. Государственный подход в управление отличался тем, что они начали вкладывать деньги в развитие инфраструктуры, начали строить дороги, порты, начали развивать сельское хозяйство, деньги потекли рекой опять в бюджет Нидерландов в Европу, и в середине 19 века порядка 25% бюджета Нидерландов, это были деньги, собственно, из Индонезии, климат способствовал тому, что там процветало сельское хозяйство, Нидерланды активно импортировали оттуда семенной фонд, какие-то растения, какие-то культуры, технологии выращивания, и вот мы сейчас наблюдаем, что Нидерланды это одна из самых прогрессивных стран в области сельского хозяйства и растениеводства вообще как такового, и они находятся на первом месте в мире по экспорту растений, на минуточку, то есть страна, которая на глобусе вот так вот без лупы не найдешь на первом месте в мире. И это не просто так, а благодаря тому, что вот они там в 19 веке очень активно осваивали Юго-Восточную Азию. И Симон Бенендеик, вот этот вот, он, как я уже сказал, был назначен после... Он как раз родом из этого города Лейден, где основан этот институт. Он его, собственно, и окончил, то есть пошел в местный вуз. И отучился и его отправили туда в Индонезию и назначили куратором ботанического сада. То есть чем мне нравится европейская культура, куда бы они ни приехали, они везде быстренько делают ботанический сад. Любят они комфортно жить. И занялся, безусловно, какой-то научной деятельностью, но фикус-то существовало до него. И вообще это, в принципе, просто обычный узколистный фикус. Существует несколько видов узколистного фикуса. Они там отличаются. Есть какие-то вот, как вот Али, он с листьями полностью гладкими. Есть растения, у которых листья немножко мохнатые. Они будут немножко отличаться по виду, но ничего такого критического прям нет. Уже в истории 20-го века, ну какая-то современная история, эти фикусы очень сильно достаточно разнообразили. Есть коммерческие сорта, всякие там Амстел Кинг, еще какие-то там Кинги. То есть они немножечко отличаются от первоначального Али, немножечко формы листьев, немножечко может быть формы ствола, кроны. Но по большому счету это все достаточно родственные растения. Так бы все здорово и было бы у Нидерландов с постоянной подпиткой бабла из Индонезии, так бы они все здорово развивались. Но не работает такая история в 20-м веке, в 20-м тысячелетии. И Вторая мировая война, пришли собственно японцы, которые быстренько нападали во всей Таокеане всем, кто там был, всему цивилизованному сообществу. Они выбили с Филиппин американцев, они выбили из Индонезии голландцев. Американский генерал японцы очень здорово там все захватили во время Второй мировой войны, 41-42-е годы. И только когда американцы им когда Хиросиму Нагасаку сбросили ядерную бомбу, только тогда японцев удалось оттуда потихонечку выбить. К слову сказать, что американцы конечно проявили некую жестокость бросать ядерные бомбы на мирные города, но японцы тоже нападали. Нападали там если интересуетесь, посмотрите просто в Википедии историю про марш на Батаан, когда на Филиппинах японцы вели 100-километровый марш, капитулировавшие войска американские и филиппинские, как они там всех убивали, там жуть полная. И собственно вот этот марш на Батаан был признан военным преступлением Второй мировой войны, японским. и это был просто один из таких факторов, которые рано или поздно по масштабам сравним с Перл-Харбором например, для Америки. Это единственный случай в истории Америки, когда так массово американские солдаты сдались в плен. И конечно они это не забыли. Перл-Харбор и Батаан они потом ядерные бомбы бросали всей страной и не стеснялись. И выбили они союзники выбили оттуда японцев и в 45-м году остатки порабощенных индонезийских народов почувствовали, что тут можно избавиться от нидерландцев. Начали войну за независимость и за 3-4 года примерно к 49-му году добились того, что голландцев оттуда выперли и образовали собственное государство Нидерланды. В наследство от Нидерланд Индонезии им в наследство от нидерландцев им остался язык, валюта, правовая система, множество технологий, инфраструктура и куча всего хорошего. И это дало возможность уже в 20-м веке Индонезии достаточно быстро стартануть и сейчас это достаточно переуспевающее государство. Не самое богатое, но и не бедное, нормальное. Голландия это такой маленький регион на юге Нидерланды. Государство называется королевство Нидерланды. Голландия это один из регионов этого королевства. Это как вот если в России посмотреть, есть тамбовская область. И вот называть всю Россию тамбовщиной наверное неправильно. И когда говорят Голландия, я имею ввиду Нидерланды, это то же самое, что говорит тамбовщина про всю Россию. Простите, это я в общем-то оговорился, поэтому корректно их называть нидерландцами. И вот нидерландцев оттуда выперли соответственно после Второй мировой войны. И порядка двухсот тысяч человек вынуждены были вернуться из Юго-Восточной Азии. Они там прожили кто-то 200, кто-то 400 лет. Представляете, и они должны были вернуться в Нидерланды. Их там приняли, естественно, разместились. А куча собственно индонезийцев туда уехала попутно, потому что подумали, что европейцами быть лучше, чем азиатами. И на сегодняшний день толерантные нидерландцы их подсчитали, что у них живет порядка 400 тысяч выходцев из Нидерландов. И это с одной стороны конечно же европейцы, с другой стороны почему-то галочка стоит, что приехала из Нидерландов и из Индонезии. Вот. Но для нидерландцев вот это окончание колониальной эпохи это был такой достаточно болезненный удар по самолюбию. Понятно, что во втором мировой они не могли противостоять Германии, их быстренько поглотили и все. Но когда их выбирали из Юго-Восточной Азии и осталась колониальная история в принципе осталась в прошлом этого государства, это был некий удар по самолюбию. И вот этот фикус символизирует ту эпоху, которая осталась для нидерландов в прошлом, эпоху колониального государства, когда они могли господствовать в каких-то других частях света, вывозить оттуда деньги, порабощать людей, забирать оттуда все самое лучшее, навязывать свои какие-то культурные, правовые, деловые и другие ценности. В общем-то, кончилась эта история, фикус-то остался, и сегодня это такая возможность экспортировать на весь мир. Вот у нас есть фикус, который называется по фамилии человека, который принимал участие в этом большом колониальном процессе. Это имеет важное историческое значение для самих нидерландов. И это растение неспроста оно так популярно в нидерландах, оно популярно в принципе в Европе, но для нидерландцев оно означает то, что у нас в прошлом такая штука есть. Как Шереметьево переименовали в аэропорт имени Пушкина, потому что мы гордимся Пушкиным. Так же нидерландцы гордятся фикусом Бенедиктом, а не Бенедиктом, Али. Что такое Али, на самом деле я так и не разобрался. Али, Али, изначально он там по-нидерландски пишется Али, с двумя и на конце. Но упростили это все до Али, и кто такой Али, дофиг его знает. В общем, теперь я уже точно это сказать не могу. Давайте немножко прошлись по истории. У нас где-то поблизости у меня стоял мой стрелица Николай. Это растение было родом из Наталя. Это регион на юге Африки. И вот тоже самое это была колония нидерландов. Их оттуда выперли уже англичане. Это было примерно на сто лет раньше, чем с островами Суматра, Ява и прочей Индонезии. И вот стрелица Николай была тоже из нидерландской колонии. Вот это у нас другое растение, теперь второе из нидерландской колонии. В общем-то не так богата была нидерландская колониальная история. То есть они были в Африке, они были в Юго-Восточной Азии. Из Африки их выперли на сто лет раньше, чем из Юго-Восточной Азии. Но растения они привезли и оттуда, и оттуда. А безусловно, конечно, целью всей этой колонизации были деньги, новые земли все, что можно было забирать и продавать. И, конечно, растение это просто побочный эффект того, что происходило, и вот этих крупных, масштабных мировых процессах, экономические. Но, тем не менее, растение везде присутствует, и я считаю, что растение это хорошая возможность немножечко изучать историю, смотреть, кто чем как занимался. То есть не просто так все друг друга ездили, грабили, а как-то еще развивалось. Пересаживать наш фикус я буду вот в такой керамической кашпо. Это я еще в том году покупал несколько горшков на распродаже в Стокнане. Это португальская керамика. Почему-то здесь написано по-итальянски керамика португезе фатта амано. Это фатта амано. вот манна это рука по-итальянски, да? Собственно, фатта амано скорее всего подразумевает то, что оно сделано руками. Имеется ввиду ручная работа, но оно такое кривенькое, да, кривенькое, косенькое, покрашено неровненько. Но это керамика глухая, внутри глазированная, то есть она не будет дышать, она не будет выпускать влагу наружу. И я считаю, что это хорошо, потому что керамический горшок без дырки на мой ряд должен быть глазированнее, потому что нечего там дышать. Наш фикус примерно на 7-8 сантиметров меньше этого кашпо. На дно я его насыплю керамический дренаж. У меня есть вот такие шарики икеевские, которые, помните, если оставались там от гидропоники. Только в этот раз я их не буду мыть, потому что ну, фу, пыльичная какая-то. Потому что смысла особого нету. Мыть дренаж, который будет на дне такого горшка. Отлично. Я прям с первого раза угадал, сколько нам нужно. Теперь немножечко хочу сказать про фикус. Вот видите, от него отвалился листик. И я хочу сказать, что для фикуса Али это нормальная история. Это растение, которое очень сильно стрессует, когда мы его покупаем в магазине, когда мы приносим домой, когда мы его перевозим, когда меняем местоположение ему. Он это все не любит. Это растение такое, оно, конечно, не то, что прям какой-то боится всех на свете стрессов, но оно на них реагирует. Реагирует вот таким образом, оно сбрасывает свои листья. И когда вы покупаете фикус Али где-то в магазине приносите его домой, будьте неизбежно готовы к тому, что первое время, а это достаточно длительный период, то есть, я думаю, месяца полтора-два даже, он может сбрасывать листья какие-то потихонечку. У него вообще это не листопадное растение, ему не нужно на зиму сбрасывать листья, но он после переезда первое время хондрит. У него какие-то кончики листьев могут пожелтеть, даже не кончики серединки, у меня даже где-то есть. Часть листьев безусловно ломается при транспортировке, они такие вогнутые в серединке, если ребра жесткости это сломать, то этот лист уже потом не восстановится. Я бы снял на самом деле видео с фикусом Али уже года два назад, потому что у меня тогда такой фикус был. Я его купил для съемок, поставил и что-то я решил переждать, пока это средство пройдет, пока все листья падут новые, отрастут, пока он привыкнет к моей студии. И я его поставил в дальний угол и забыл про него и спустя полгода обратил внимание, что он собака вымахала уже, даже был не таких размеров, а где-то метр восемьдесят. И понятно было, что просто уже некомфортно такое высокое растение поставить перед вами на стол, макушка где-то за кадром, и я его просто уже не смог пересаживать. Я его подарил. Ребята его поставили в баре и там в таком напольном большом кашпо в баре так вот здорово там смотрится и говорят, зачем вам такой фиг? Он говорит, знаете, такие листики хорошие, чем-то напоминает марихуану, такой вот, ну, такой ганджо-стайл такой получился. Ну, наверное, я как-то видел куст марихуаны высотой, наверное, метра, три с половиной, но он чем-то похож, может быть, на эти листья, на улице, кстати, это в Копенгагене было, растет спокойно и ничего. Вот. Значит, учитывая, что фикус этот, родом из Юго-Восточной Азии, а это регион традиционно подверженный большим всяким катаклизмам природным, это шторма, там, цунами, тайфуны, там, ураганы, у них есть целый сезон ураганов, да, чего же там говорить, там, разом прошел какой-то ураган. Целый сезон, это, как правило, осень, если по нашему полушарию смотреть. И, естественно, растения этого региона каким-то образом к такому климату адаптируются. Адаптируются они, как, во-первых, листья, обратите внимание, очень, то есть, поверхность, площадь листа, в принципе, достаточно большая, то есть, для растений же, конечно, площадь листа, то есть, то, где у него расположены вот эти вот хлорофилы, то есть, пластины, которые будут участвовать в процессе фотосинтеза, они же должны быть, да, растение должно как-то потреблять свет и, соответственно, нужна зеленая площадь, но листья вытянутые, длинные, для того, чтобы сильным ветром их никуда там, ну, парусность, чтобы снизить. Сами стебли у него достаточно пластичные и гибкие, то есть, это растение, оно под напором ураганного ветра, может все там куда-то склониться, листики у него не поотрывает, да, они вот на ветру как-то ветер их обойдет и все, не подерет ему крону. Это, в общем-то, регион определяет, определил то, как внешний вид, как это вот растение будет выглядеть, да, оно адаптировалось к своей среде обитания, это нормально. Это крупное дерево, в природе он может быть высотой и 30 метров и то, что я хочу сказать, важно для, если вы пытаетесь дома что-то перестадите и знаете, что в природе это большое здоровое дерево, а грунт это не то, над чем стоит заморачиваться. То есть, если в природе фикус этот растет до 30 метров, надо понимать, что у него там корневая система, какая-то гигантская, сумасшедшая, значит, ему абсолютно наплевать, на чем он там растет. Более-менее, чтобы это как-то напоминалось землю, уже хорошо. Фикусы отлично растут с углинки и это нормально. Суглинок у нас в магазине нигде не продается. У нас в магазинах есть, я сажал тут недавно, мы сажали, что там у нас был мох, не мох, торфисвагновый, это достаточно хороший, такой качественный торф. Более здоровый мешок. Я рассчитываю, что он когда-нибудь кончится. Мне будет гораздо удобнее из него брать грунт. Но пока, во-первых, я рад, что наконец-то пригодился этот большой железный совок. ну и еще совочек. Здесь такой совочек получается, литр на два с половиной. Так, и что такое суглинок? Это земля, в которой содержится отчасти глина. в явном виде глины у меня нету, но есть вот такая штука, сейчас открытый у меня нету, это почвовый учитель циафлора, это циолит. Циолиты это природные минералы, там целая группа их, но по своему составу, если мы используем обожженный циолит, то есть есть грунт такой прям циафлора, такой коричневый, он обожженный, это уже нечто подобное допустим серами, это глиняный гранулят по сути, но он уже обожженный, а соответственно он не пластичный, когда вы замачиваете его водой, он сохраняет свою кристаллическую фактуру, но он не набухает, не меняется, не становится мягким и пластичным, а вот не обожженный циолит, это вот он называется у них почвовый лучший, он опять же содержит все необходимые растения, питательные какие-то вещества, он содержит главное кремний, тот, без чего корни растения не могут развиваться, и важно, что когда он не обожженный, он впитывает в себя влагу и становится пластичным, мягким, он становится отчасти похожим на глину, и это как раз то, что поможет мне сделать из этого торфа с углинок. Примерно на глаз я его, один к трем условно, я его размешал, то есть на одну часть вот этого почвоволушителя у меня получилось примерно три части торфа. И теперь это все перемешаю. С одной стороны это добавка влагоудерживающая, с другой стороны это добавка питательная, с третьей стороны она будет связывающей такой добавкой, которую сделают мой сфагновый торф отчасти с углинками. Понятно, что это не глина в явном виде. Если у вас нету почвоволучителя циафлора, вы можете взять наполнитель для кошачьих туалетов Барсик. Я подозреваю, кстати, что Барсик делает это же самое циафлора. Либо я точно знаю, что они делают наполнитель для кошачьих туалетов. Я не уверен, как у них называется торговая марка Барсик это или не Барсик, но точно они делают. Поэтому когда в интернете мне в комментариях часто пишут, что вот у меня в Барсике орхидеи растут и все нормально, да, это правда. Барсик это точно такой же циолита, да, и да, это нормальная история. Но я думаю, что в различиях каких-то там различий есть каких-то нюансов. Фракция может быть, может быть, понимаете, как циолиты, они же это группа минералов, они бывают все немножечко разные, да, может быть, для растений берутся больше, с содержанием каких-то там более питательных веществ или микроэлементов где-то больше, а для Барсика это не критично, где-то меньше. Может быть, они по качеству разные, может быть, карьеры разные, но тем не менее, да, история действительно правдивая, когда в интернете пишут, что растения живут в кошачьем, наполнителе для кошачьих туалетов, это правда. Фикус наш будет жить сейчас в таком же почвоучителе. Грунт получился вот такого приятного, пестрого цвета. Значит, на дренаж обязательно немножечко насыпать грунта, ну, буквально чуть-чуть, просто, чтобы корневую систему растений не ставить сразу на керамзит. не гидрофонику будем выращивать, да? Теперь надо фикус выдрать. Это достаточно крупное растение, которое будет плохо выниматься из горшка. когда вы пересаживаете крупные растения, верхний слой грунта я обычно у них заменяю. Потому что корней в нем нету и для чего он нужен тоже непонятно. Я лучше свежий насыплю. О! Очень хорошо он вытащился. Это был горшок достаточно большой, 21 см в диаметре. Целиком земляной ком переставим. А корневая система, видите, у него снизу вот они корни-то достаточно толстые. Понизу горшка тут есть, но сверху пусто. Фикус это крупное дерево и у него корневая система неизбежно распространяется и в ширь, и в глубину. Поэтому для фикусов нужны горшки классической формы, у которых ширина примерно равна глубине. и для конкретно вот этого али важно понимать, что молодое растение само себя удерживать не может. Поэтому здесь установлена подпорка, здесь идет такая бамбуковая палка, в которой несколько стволов нашего фикуса прикреплены скобками для того, чтобы он сохранял вертикальность. Сначала мы его расположим максимально по центру кашпо и вертикально и досыпем грунт, а потом я займусь его, видите, есть, он и почернел отчасти и отвалился. Это нормально именно для этого вида фикусов не переживайте. Первое время после переезда из магазина они могут покапризничать и сбросить часть листвы. С этим надо просто смириться, к этому надо быть готовым, этого не надо бояться. В общей сложности нормально, если после переезда фикус теряет 20-30 листиков такого растения я считаю это не проблема. Грунт на основе торфа нужно уплотнить, потому что когда вы начнете его поливать, он все равно потеряет в объеме, нужно его туда посильнее напихать. Ну, тоже соблюдайте некие приличия, потому что совсем его спрессовать, корни растения не будут дышать. Вот и все. Несмотря на то, что у меня растение получается ЗКС, закрытая корневая система, несмотря на то, что тут нет дренажного отверстия, достаточно большой этот горшок для этого фикуса, там, во-первых, много дренажа снизу, и вот этот циолит, почвоучитель в грунте добавка, она будет связывать всю лишнюю влагу и перелить этот фикус в принципе будет сложно. А вот в таком же горшке у меня сидит гибискус, который я пересаживал в начале этого года, ему абсолютно наплевать, сколько бы я воды в него не вылил, гибискус просто сумасшедший какой-то водохлеб, он выпивает все. Залить его даже теоретически невозможно, он по пол горшка в днюю воды выпивает, поэтому я и за это не переживаю. Это тоже такое растение из Юго-Восточной Азии, тоже водохлеб, и я не думаю, что мне удастся его залить. Достаточно большой горшок, и я думаю, что он комфортно поливать это растение и зимой, и летом, ничего такого страшного не произойдет. По поводу того, как он держится. Давайте я сейчас немножко уберусь здесь. Ну вот, собственно, здесь стало немножко почище, и пора рассказать, собственно, о том, ради чего кто-то смотрел это видео, да, о фикусе, как за ним все-таки дома ухаживать. Первое, неспроста он продается с подпоркой. Я уже сказал, что сам себя он держать не может, и хочу отметить, что вот здесь у меня у этого фикуса у него несколько стволов, да, то есть это не, это одно растение, но здесь куча стволов. Если мы отцепим вот такие прищепчики, вот здесь, мы видим, что он начинает активно разваливаться в разные стороны. Здесь есть вот такая черная бамбу, ну, она покрашена в черный, значит, бамбуковая палка, которая является основой, да, вертикальности нашего фикуса, и все стволы к ней просто вот этими скобками притянуты. Я эту штуку сохраню, и до достижения фикуса какой-то корректной толщины говорить о том, что он сможет самостоятельно поддерживать вертикальность, было бы неправильно. Есть у него ветки, которые, допустим, вот ветка торчит, вам видно, ее вбок торчит. Ее лучше тоже завести в эту скобку, потому что она растет с самого низа, если ей придать вертикальность с самого начала, все-таки она уйдет вверх. Потом уже, когда мы захотим формировать крону нашего растения, можно будет работать уже с нормальными ветками, которые выросли куда-то вверх, имеют листья снизу и сверху, и вот тут-то вы можете ее изогнуть, листья убрать, или сохранить. Основная проблема фикусов Али в том, что они снизу оголяют ствол. Есть такая история, что у него крона уходит ввысь, а снизу ничего не остается, это смотрится не очень эффектно, не очень красиво. И многие сожалеют о том, что приобрели такое растение. Вот пригодилась веревочка из бумажки, от горшка. Мы сейчас, потому что эти скобки тут бесплатные кончились, а у меня таких нет. Тут обычная бечевка, как раз то, что надо. Мы этой бечевочкой сейчас верхушечку ему еще подвяжем. Сильно затягивать не надо, задача не стянуть, а поддерживать вертикальность. Я сами стволы ему не перегибаю, не пережимаю нигде. Все, бечевка там, видите, он постоянно теряет листья. Это нормально, дайте ему немножечко акклиматизировать, он это делать перестанет, и будет расти у вас хорошо. За год такой фикус вырастает примерно на 15-20 сантиметров. Ему важно опять же, среда, в которой он будет расти. Если это будет южное, либо восточное окно, будет много рассеянного света. Он даже отчасти переносит немножко солнечный свет, прямые лучи, но не очень желательно. В любом случае должно быть много-много, даже больше, чем у Монстера, допустим. Близок он, ну, не кактус, но он любит солнечный такой свет рассеянный, большое количество. Хорошо, если у вас есть помещение большое окно, просторное холм, это растение, которое может расти в зимнем саду, где стеклянные стены, высокая влажность, достаточно очень много света. Любит он опрыскивание, то есть его периодически можно опрыскивать. Любит он влажный воздух, потому что он родом из Юго-Восточной Азии. Любит он регулярный полив, это водохлеб, и, безусловно, просто поливаете его в грунт. Любит он подкормку. Я сейчас его после пересадки сразу кормить не буду, но вообще я буду использовать удобрения для декоративно-лестственных растений, и цветущие ему не нужно, хотя он теоретически может давать плоды, там такие небольшие красные ягоды будут появляться, и раз в год можно собирать урожай. Я не уверен в их съедобности, все-таки это не инжир, это родственник инжира, есть просто так, как смысла, наверное, нет. Вот. Не такой прям он капризный в уходе, то есть, главное, свет, регулярный полив, хорошая влажность, отсутствие сквозняков, поменьше переставляйте его с места на место, то есть, если вы его перенесли из одной комнаты в другую, например, приготовьтесь к тому, что несколько месяцев он будет потихонечку капризничать, сбрасывать лести, но он акклиматизируется, оклемается, да, и начнет обратно отрастать. Если он у вас снизу оголился и стал полностью лысый, ничего вы с этим не сделаете уже, он так лысый снизу и останется. Можно пробовать стимулировать его, как можно стимулировать, чтобы нижняя часть фикуса росла. Во-первых, регулярно подстригайте макушку, прищипывайте, это раз. Во-вторых, можно попробовать стимулировать стволы там где-то с цитокининовой пастой, либо клонексом каким-то гелем, а может быть, что-то он снизу даст. Почки на стволе все равно всегда присутствуют. Но должно быть сочетание факторов. Должно быть тепло, высокий уровень влажности, весна, макушка обрезана, растение хочет расти, да, а вот, ну, сверху ему не дают, и оно активно начинает выпускать новые побеги снизу. За счет этого может выпустить новую стрелку совсем просто, да, новую. И она будет с листиками, она будет прикрывать голую крону снизу. Может быть так. Фикусы, спирали очень хорошо плетутся. Они, как и плетение фикуса Бенджамина, их можно заплетать косичками, их можно заплетать вокруг какой-нибудь трубы, там, по спирали, когда крест-накрест вот эти трубы строятся. Получается, такая, фикус экзотика, он иногда продается. Можно навивать на какую-то трубу, опять же, ставить ту же самую бамбуковую палку, вот эту, научить, что-нибудь потолще. Можно водопроводную трубу взять, какую-нибудь там сороковку, воткнуть ее, и вокруг нее, этот пластичный, этот ствол, потихонечку вьете, 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 в итоге у вас получится высокий такой штамп, с которого вы по мере его роста обрываете, снизу все листики оставляете только сверху, и потом вы эту трубу вынимаете, у вас будет такая красивая нога спираль, на которой сверху будет макушка, шапка. Но такое формирование займет много лет, и не зря эти растения продаются достаточно большие деньги, то есть может там и 200 евро стоит хороший Амстел Кинг, например, какой-нибудь на штамбе высокий, но он того стоит. Разновидности, опять же, я говорил вначале об этом, у этого фикуса много, то есть вот эти, в основном, они всякие кинги, там, Амстел Кинг, еще какой-то там, это разновидность тоже узколистского, узколистного фикуса, но у них листья будут покороче, пошире, то есть они чем-то будут напоминать фикус Бенджамина, там, фикус Даниэля, ну, на мой взгляд, вот такой дизайн мне у него нравится больше, и, ну, тут все на ваше усмотрение, насколько вам позволяет высота потолка, потому что, когда он 2 метра такой, станет, там, 2,5, это достаточно скучная история, стоит вот такая мохнатая колонна, да, вот с такими узенькими листиками во все стороны, не знаю, насколько это красиво, да, то есть каждому на свой вкус, но, видимо, не очень большому количеству людей это нравится, поэтому народ с ними активно изгаляется и начинает из них что-то там как-то плести, формировать и обрезать. Это растение, оно идеально подходит для всех ваших экспериментов над плетением, обрезанием фикусов, это просто, вместе с Бенджамином, это 2 растения, которые отлично подходят для всевозможных экспериментов в области обрезки, формирования, кроны, и так далее. Вот, в общем-то, это все, что я хотел вам рассказать про фикус. Растение интересное, популярное, крупное, несложное в уходе, и оно с очень богатой историей. Это растение, которое нам, или не только нам, всему миру, наверное, напоминает о славном колониальном прошлом такой страны, как Нидерланды, которая сначала варварскими методами, потом более гуманными покоряла Юго-Восточную Азию, и этот фикус назван в честь нидерландского ботаника, который, собственно, обучался в институте, посвященном развитию стран Востока в городе Лейден, и, собственно, как выпускник этого института, он был направлен в Индонезию, и он там был куратором ботанического сада в городе Багор, и как раз после его смерти в 1883 году его имя было увековечено название этого фикуса. В общем-то, история многовековая, красивая, интересная, говорящая нам о том, что не все в этом мире так однозначно, и все такие с виду приличные страны в прошлом, как в очень недалеком прошлом, были вполне себе варварами, и для них нормально было разделять людей на касты, на категории, на сословия, а сейчас нам кто-то что-то из Европы пытается говорить о том, что да вот, как вы Россия, да как вы можете. Честно говоря, все мировое сообщество после Второй мировой войны очень сильно осудило Нидерланды за то, что, ребят, вы что, до сих пор пытаетесь кого-то там колонизировать, вы что, с ума посходили, что ли? То есть, сначала в Африке им 200 лет назад дали по рогам, 100 лет назад им... не 100 лет назад, а 70 лет назад там уже в Европе, в Африке и в Европе им дали по рогам в середине 19 века, да, а в середине 20 века им дали по рогам уже в Юго-Восточной Азии и сказали, что хватит тут колонизировать, у нас есть ООН, у нас есть демократия и прочие какие-то ценности, и дальше так себя вести нельзя. Но, нидерландцам повезло, после того, как они ушли из Индонезии, у них, конечно, есть всякий источник валютной выручки, да и не только валютной, просто выручки из Юго-Восточной Азии, они у себя нашли газ и, в общем-то, с тех пор живут газом. Но Индонезия дала очень сильный толчок в развитии сельскохозяйственного, сельскохозяйственного, как науки, да, для Нидерландов и дала очень много технологий, дала очень богатый культурный фонд, я имею в виду в плане культур растений, и поэтому именно на сегодня Нидерланды являются ведущим мировым экспортером живых растений. Много чего они оттуда экспортировали, в общем-то, главное, что они это разумно применили. Теперь вы знаете, что фикус Бенедикта Али не имеет никакого отношения ни к какому Бенедикту, а слово Али придумано просто так. Теперь вы знаете, что это растение является гордостью нидерландцев, потому что напоминает им их славным прошлым. Теперь вы знаете, что это растение легко и просто выращивать дома, он может немножко поскидывать листики, но он не критичен грунту, он любит, когда его поливают, он любит, когда много света, он не любит сквозняки и переезды, и он, в принципе, несет позитив. Такое было видео, спасибо, что его посмотрели. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!